Добрый день! 15 октября 2022 года был опубликован указ президента России номер 737. Из особо интересного в нем то, что была официально и окончательно закрыта существовавшая ранее лазейка для совершения сделок с акциями российских акционерных обществ, принадлежавших владельцам из недружественных государств. Со 2 марта 2022 года, как известно, иностранные недружественные акционеры могли продавать россиянам или покупать русиян акции российских акционерных обществ только с разрешения правительственной комиссии по контролу за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Получать такое разрешение было хлопотно, долго и потому очень не хотелось. Однако можно было без разрешения прав комиссии продавать акции от россиян не только другим россиянам, но и так называемым «дружественным иностранцам». Дружественные же иностранцы также могли без разрешения прав комиссии продать потом эти акции уже недружественным иностранцам. Таким нехитрым образом можно было обходить формальный запрет на отчуждение акций от россиян недружественным иностранцам. Недружественные же иностранцы, в свою очередь, могли без разрешения прав комиссии продавать акции как другим недружественным иностранцам, так и дружественным иностранцам. Единственное, указ президента РЭП от 1 марта 2022 года, номер 81, запрещал продажу акций без разрешения прав комиссии дружественными иностранцами-россиянам, если эти акции после 22 февраля 2022 года были сперва приобретены у иностранцев-недружественных. Если совсем просто объяснить на примере. Есть российское акционерное общество «Альдобаран». 80% акций этого общества принадлежит гражданину России Ивану Петровичу Сидору. Этот пакет акций, несмотря на все санкции и прочее, очень хочет в него купить подданный Великобритании Джон Джонсон, то есть недружественный иностранец. Но для этой сделки требуется разрешение прав комиссии. До 15 октября 2022 года, чтобы его не получать, Сидоров мог продать свои акции сначала гражданину Армении Гарику Варданяну, то есть дружественному иностранцу, а уже тот, также без разрешения прав комиссии, мог продать акции Джону Джонсону. Другой пример. На 22 февраля 2022 года 51% акций российского акционерного общества «Барсук и Белка» принадлежал американской компании «Смит энд Эванс», то есть абсолютно недружественному иностранцу. «Смит энд Эванс» после известных событий захотели продать свой пакет акций российскому обществу с ограниченной ответственностью «Василёк». Но уверенности в том, что прав комиссия дала бы на это свое разрешение, не было. Да и получать фактически замороженные деньги в российских рублях на счет типа «С» у «Смит энд Эванс» желания тоже не было. «Смит энд Эванс» мог без разрешения прав комиссии продать свои акции как германской компании «Кайзер», то есть недружественному иностранцу, так и грузинской компании «Искандер Джорджия», то есть дружественному иностранцу. Беда в том, что даже если бы «Смит энд Эванс» продал акции грузинской компании, то та уже не смогла бы продать акции ООО «Василёк» без разрешения прав комиссии, так как там как раз действовало бы специальное ограничение для таких случаев, предусмотренное указом 81. Разрешение получать пришлось бы все равно, но, во-первых, на сделку между российской организацией и дружественным иностранцем, пусть и купившим у недружественного иностранца, получить разрешение шансов было бы объективно больше, а во-вторых, главный профит описанной комбинации был бы в другом. «Искандер Джорджия» могло спокойно рассчитаться с «Смит энд Эванс» в валюте через зарубежный банк, чего бы ни случилось при сделке напрямую между «Смит энд Эванс» и ООО «Василёк». В свою очередь, ООО «Василёк» тоже могло перечислить деньги за акции грузинской фирме, хоть и в рублях, но не на счёт типа «С», и потому «Искандер Джорджия» могло потом спокойно конвертировать полученные деньги в рублях в нужную валюту и перевести на свой зарубежный валютный счёт. В итоге все счастливы. Так что же изменилось теперь? Согласно указу президента 737, получение разрешения прав комиссии на сделки с акциями российских акционерных обществ теперь необходимо и если сделка совершается между недружественными иностранцами, и между недружественными иностранцами и дружественными иностранцами. То есть, если обратиться к рассмотренным примерам, теперь гражданин России Сидоров по-прежнему может без разрешения прав комиссии продать акции АО «Альдебаран» гражданину Армении Гарику Варданяну, однако тот уже не сможет без разрешения прав комиссии продать эти акции подданному Соединённому Королевству Джону Джонсу. А Смит энд Эванс теперь без разрешения прав комиссии не сможет продать принадлежащие ему акции АО «Барсук Белка» ни германской компании «Кайзер», ни грузинской компании «Искандер Джорджия». В целом, такое развитие событий было ожидаемо, так как до этого сделки в отношении ООО подлежали более жесткому и всеобъемлющему регулированию, чем сделки в отношении АО. После принятия указа 737 ограничения в отношении АО и ООО стали практически идентичными. Что ж, лазейка прикрыта. Придется учиться продавать и покупать акции с учетом фактора прав комиссии. Ну а мы с вами, дорогие зрители, коли уж по заверениям властей, частичная мобилизация закончена. Еще увидимся в новых выпусках на канале Praetat Media.